Всем привет! Сегодня у меня завтрак. Котлеты, яйца и спаржа. Котлеты, значит, у меня 500 грамм фарша, 2 луковицы маленькие и 2 кусочка белого хлеба от буханки, размоченные в полстакана молока. Одно яйцо. Солю, перчу и всё перемешиваю. Тормирую котлеты. Одни буду обваливать в белом кружоте, другие в муке. И выкладываю на горячую сковороду. Делаю плоскими, чтобы жарились быстро. И сверху яичница, чтобы была. В разогретое масло кладу котлеты. Жесткий вот этот край отрезаю, собираю их все одного размера и отрезаю. Китра, кусок сливочного масла и выкладываю спаржами. Смех всего, спаржи, жареные на сливочной масле. Другой вариант. Сковородка, сливочное масло. Несколько стеблей спаржи и просто мелко строгаю. Жесткие стебли оставляю. Жесткие стебли тоже можно использовать. Главное снять верхнюю шкурку. Она просто очень жесткая. Очень грубые волокна здесь, в верхней части. А если счистить верхнюю часть, то внутри нежная мякоть. И её тоже можно настрогать. И это будет омлет. Заглятое масло отправляю спаржи и тоже её здесь поджарим. А потом я забью дайчину. Поворачиваем, чтобы она поджарена с двух сторон. Но не сильно. Она должна оставаться вот такой. Такая полукрустящая. Почти готова, солью. Жарим, чтобы она оставалась утромой. Чтобы она не полегче была вот в таком состоянии. Я уже пережарена. Но у меня некоторые любят такую тоже. А теперь на этом масле сливочным жарю. Я лишницу глазу уменьшится. Чтобы красиво была яичница глазуни, надо сначала вылить белок. Когда он уже прихватится. А потом сверху вылить желток. И тогда получится как вылишь, теперь. Яйца, немного молока. Соль. Я использую смесь солей. У меня четверговая, розовая, белая, морская. Взбиваются и выливают в спаржу с ней. Спаржу с ней пережаривать чуть-чуть. Компочки. Пополам. Носечки. Посолить. И потереть. Помидорина. Все нужно кушать. Незатейливый завтрак. Черный хлеб и сливочное масло. Сливочное масло с черным хлебом. Помогает в рыботке желчи. А она помогает нам справиться с аллергенами. И для лучшей работы желудка. Поэтому черный хлеб с утра с маслом самое то. Котлеты с яйцами спаржа, овощи и омлет. Всем приятного аппетита. Люблю скатерти голые. Не люблю покрывать их чем-то. Потому что я считаю, что льняные скатерти легче всего в уходе. Даже жирные пятна от них легко отстирываются. И приятные ощущения о льняной скатерти. Кто-то спрашивал, почему я не закрываю жидким стеклом. А жидкое стекло ассоциации с Советским Союзом. Как у нас лежали клеенки на кухне. Не любила эти клеенки. Они были так неприятны. Летом, когда ты дотрагивался до них. Это было так неприятно. И вот эти детские ассоциации. Как только можно было от них избавиться. Я от них избавилась. Льняные скатерти мне нравятся больше всего. Приятно тактильно. И они в уходе самые простые. Вот любые другие синтетические. Какие-то фельдиперсовые скатерти. Это зверюги. Там пятна надо выскребать. Здесь легко пятна отстирываются. Ну что, всем пока. До новых видео.